как делают все хозяйки когда когда на столе что-нибудь вкусненькое посмотрите все исчезли огурцы и помидоры а что осталось абрикосы правильно потому что пришло время десерта и мы будем делать компот из абрикосов это очень просто не надо этого бояться я всегда говорю не надо бояться готовки засолки там мариновки капусты которые мы квасим с великим удовольствием потом едим всей семьей причем вы должны понимать что если вы умеете заготовки делать на зиму вы можете этим гордиться вы понимаете что вы талантливы вы понимаете что вы не криворукая или не криворукий у нас же и мужчины этим занимаются вы просто не стесняйтесь этого а гордитесь этим сейчас все идет к тому что продукты есть невозможно магазинные но просто в вилы уже научу вас делать творог научу делать йогурт я уже это показывала будем печь пироги что хотите но только делайте сами с улыбкой с любовью и с удовольствием а уж как семья то будет довольно начинаем компот из абрикосов что надо сделать с этими замечательными фруктами конечно их нужно помыть потом вот здесь вот вот есть такая дырочка там находится плодоножка она почти высохла вы должны ее тоже убрать не надо чтобы она в компот попала так вот смотрите как это все просто и ловко делается берем нож достаточно острый и надрезаем от там есть такая складочка у абрикоса и мы разрезаем на половинки косточки убираем они нам не нужны выбираем абрикосы не то чтобы жесткие совсем но вот чуть они вот чуть готовы спеть но при этом они не должны быть кислыми и не должны быть дикими и дикие абрикосы не вкусные никогда не варенье не компот вкусным не будет вот этот немножко переспел но это ничего у него бачок только задумался занялся как мы говорим значит вытаскиваем косточки вытаскиваем хвостики нам нужно наполнить вот эту банку посмотрите вот здесь вот как бы проблема да эту проблему надо срезать нельзя отправлять в компот что-то неудобоваримое это неправильно это же мы для себя делаем любимых значит и вот видите складочка вот прям ножичек ставить и по ней вот так раз готово и все открывается если спелый абрикос косточка сухая и удаляется очень легко обожаю заниматься такой работой об целыми днями сидела бы и никакой дачи и бы компоты только делала самое интересное что компот то как раз вам не варенье это варенье все сложно а здесь вы должны понимать что должно быть сладко но не сильно не приторно иначе вам придется разбавлять все это водой в зимний период и делать напитки а вы сделаете так чтобы это был десерт чтобы в креманочке подать на новый год да какая вкуснятина количество сахара строго определено для тех кто не очень любит сахар 300 грамм на 1 литр жидкости 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 не банки жидкости а для тех кто любит сладкое 400 грамм на 1 литр жидкости поняли да все просто значит это все что вам надо знать вот эти разрезанные абрикоса сейчас мы уложим в банку количество плодов а это же могут быть не только абрикосы и персики и груши и яблоки боже мой это ягоды его энергии сколько в этом году поназрела это же просто ужас какой-то не собрать ее посмотрите укладываем банка стерилизованная помытая можете стерилизовать добавив кипяток немножечко соды на кончике ножа ну на литр примерно жидкости и тогда кислая среда вся убьется то есть тоже закисание не будет все все помыто руки чистые чашки чистые полотенца чистые вот так вот просто сбрасываем туда абрикосы не заморачиваясь совершенно хотите побольше жидкости значит положите вот чуть больше половины хотите побольше плодов чтобы было в банке ну значит нужно все это разрезать и добавлять ровно столько сколько вам нравится не забывайте обрезать то что не хорошо вот так вот ну мне кажется что этого достаточно теперь здесь задача состоит в том чтобы скипятить воду ой простите пожалуйста такая звонкая сегодня значит задача в том чтобы скипятить воду уберу эту чашку чтобы вам было все видно и залить этот чайник просто не знаю трудяга работает как дизель в заполярье как начинаем с июля месяца кипятить и заливать так и до самого нового года практически заливаем ну вы видите что это кипяток идет пар заливаем столько сколько бы нам было надо вот так вот да многовато налила но ничего значит залили и теперь вот чистый кипяток без сахара и еще не забудьте лимонная кислота нужно для того чтобы раскрыть вкус фруктов как раз немножко лимонной кислоты неважно какой компот это всегда будет очень хорошо это все должно литровая банка пускай стоит минут но абрикосы 5-7 чтобы прогрелись они чтобы это бланширование такое знаете не активная а если это полутора литровая ну тогда минут 12 она должна стоять персики стоят подольше до 15 минут потому что поплотнее груши естественно до 18 минут но можно бланшировать их отдельно а потом укладывать уже готовые и заливать сиропом это уже будет называться значит на литр помните не на литровую банку на литр сиропа 300-400 грамм сахара и ну примерно на это количество на литр скажем так четвертая часть чайной ложки лимонной кислоты но вы пожалуйста добавляя ее и сахар тоже пробуйте чтобы было так как вам нравится а не так как в рецепте написано это важнее всего и вы сиропом кипящим заливаете второй раз закатываете покатали закрутили на крышечку поставили и тепло укрыли компот укрывать надо обязательно и сутки до полного остывания а то и двое не передержите первый раз кипятком потому что фрукты они у вас сварятся ведь даже помидоры которые ярко красные спелые становятся очень рыхлыми потому что все доспевает от этой горячей воды вы это должны знать значит и обязательно учитывать ну осталось только сделать сироп залить сахар и лимонная кислота не забудьте и на этом все до свидания а